Я вас приветствую, друзья, на своем канале. Первое видео из Канады, поскольку, как вы видели рекламу из сообщества, точнее объявление из сообщества этого канала, канал переезжает в Канаду по политическим причинам. Вот, но более близкое состояние. Так, ну, с чего бы я хотел начать в этом жетоне? Это TTC Token. TTC, как расшифровывается, это бравиатура. TTC это Toronto Transit Commission. Это агентство общественного транспорта, которое обслуживает город Торонто. И этим жетоном вы можете пользоваться только, используя этот агент, используя только TTC транспорт. Это метро, это автобус и это трамвай. Вы не можете пользоваться транзитным автобусом, используя этот жетон. GoTransit, потому что это экспресс. И такие компании, как MyWay. Вы видите, значит, одну я оставил себе. Вот она. Одну я оставил себе, я положу в коллекцию. Буквально недавно мне эти жетоны выдали на курсах английского языка, поскольку я приехал в Канаду по программе Quaed. Один мне его выдали, ну, как льгота, что ли, скажем так, чтобы я ездил на учебу, используя эти токены. Потому что проезд стоит достаточно дорого. Один токен, как бы один разовый проезд стоит в Канаде 3 доллара 20 центов. Цена была установлена в 2016 году такая. Когда вообще поступили токены в обращение в Торонто? То есть первое использование, это был 1966 год. Были первые токены в обращение, использованные для транспорта. И по сегодняшний день, 2022 год, но это дизайн 2006 года, он разработан так. ТТС токены, они вот эти, они достаточно популярные среди горожан. Приблизительно 10 лет после интенсивного использования появилось много подделок. И были дни, когда сразу находили, выявляли, ну, руководство на транспорте выявляло 2000 подделок. Их очень легко подделать. Давайте я вам скажу сразу, тут даже видно, гурт рифленый. Он тут рифленый, я вижу, прирывиста рубчатый. Участков, наверное, где-то 6 суммарно. Может 6, может 8. Ну, в общем, ее очень легко подделать, у него низкий уровень защиты. Ну, потому что это жетоны, а не монета. Где-то через 10 лет после использования появилось много подделок и подняли вопрос, что эти жетоны нужно ограничить. То есть постепенно вывести изобращение на транспорте и пользоваться вот такими картами, просто вот они. Это электронная карта, как туда-туда ложатся деньги, им можно пользоваться спокойно. Все эти сикойны постепенно, ну, не очень популярны, но они еще действительно. Их в 2018 году хотели полностью изобращение, но потом поднялись там дискуссии. В 2019 году приостановили этот процесс и до сих пор можно пользоваться. Что я хочу сказать. Были случаи, если, допустим, кто-то получил льготы в виде этих жетонов, захотел, допустим, обменять их на деньги в метро, то это не получится сделать. Либо просто обменять на деньги, положить деньги на карту, просто вот сюда. В принципе, по закону так можно делать, но не все компетентны так сделать, не все могут. Значит, какая у нее техническая характеристика? Вот этот дизайн, вот этот дизайн вот этого жетона был разработан в 2006 году в обращении. Этот жетон попал в 2007 где-то. Тираж был очеканен в США, это монетный двор США в Северной Дакоте. Сначала 20 миллионов в 2006 году, потом в 2008 еще 20 миллионов. То есть, суммарно, у нее тираж 40 миллионов экземпляров. Это биметалл, насколько я вижу, это латунь с алюминием. Да, я не сомневаюсь. Малита очень маленькая, вес у нее 1,4 грамма, диаметр 16,5 миллиметров. Толщина, вообще это считается, где-то 1,35 миллиметра. В хорошем состоянии она может стоить, ну, в идеальном франце, где-то около 4-5 канадских долларов. Ну, они достаточно популярны, эти монеты, эти токены, жетоны. Настолько, что иногда даже попадались, делают из них какие-то украшения, там, ювелирные. Я не знаю, насколько это хороший бизнес, но тем не менее. Что еще добавлю от себя, что, поскольку это жетон, а не монета, я ни разу не видел ее в слабе. То есть, компания NGCE, PCGCE, они не слабируют жетоны вообще. Поэтому популярностью особо они не пользуются. Имейте в виду, что вещь такая. В принципе, я думаю, на сегодня короткий обзор, небольшой. Жду ваших комментариев, ставьте лайки. Всем пока. Пока.